Второй вопрос. В течение последнего времени мы наблюдаем расколу так называемого оппозиционного лагеря. Вы отчасти причастны к этому лагерю оппозиционному. Также вы неоднократно заявляли, что нет никакого кандидата от Юго-Востока, что есть интересы Левочкина и Рубиновича, есть интересы промышленных групп. Но не считаете ли вы, что в частности на вас лежит ответственность в том, что запрос общества был на такого кандидата, и вы не провели всех усилий для того, чтобы в частности либо им стать, либо такого кандидата выдвинуть? Смотрите, выдвижение единого кандидата, скажем так, от людей, которые разделяют похожие со мной и нами, наверное, взгляды, это была моя идея, которую я транслировал два года. Мне с первого дня говорили, что это невозможно, что есть непримиримый конфликт внутри ОПА-блока. И если вы видели, да, за все эти годы они голосовали несинхронно, да, то группа Левочкина голосовала по одному, то группа Новинского по другому. В общем-то, это и произошло, да, они раскололись на две партии, да, которые представляют различные интересы. Я к этому расколу не имел никакого отношения, я считаю, до сих пор это одной глобальной ошибкой. Но и объединяться вокруг идеи выдвижения Бойко как удобного спарринг-партнера для Порошенко я был против. Я считал, что должен был пройти внутри партийный праймерис, должны были обсудить эти вопросы с людьми, должны были выбрать программные пункты, которые устраивали всех публично, и только после этого должен был быть выдвинут кандидат. Но поскольку силой пытались продавить абсолютно всех, да, Медведчук, при помощи санкционных списков, о которых вы говорили, и многого другого, любви не получилось. И все прекрасно понимали, что целью подобного давления является консервация действующей власти. Абсолютно глупая, примитивная, и интересов жителей Юго-Востока за этим процессом я не видел. Потому что, по сути, если разбираться, да, все эти представители, мои бывшие коллеги, имели возможности с 2010 по 2014 год, имея всю полноту власти, и будучи занимая посты вице-премьеров, принять любые решения, которые защищали наши интересы. Этого сделано не было. В парламенте, если помните, я и Рабинович выходили из оппозиционного блока после позорного выхода и неголосования за отставку яценника, за голосование по реструктуризации я резко, за голосование за судебную реформу, которая отдавала всю власть президенту. Я не буду сейчас рассуждать, что они взамен получили высокие тарифы, еще что-то, да, какие-то индульгенции, но сам факт. Они голосовали против наших интересов. И тогда образовалась партия за життя. Потом, если помните, был непримиримый конфликт у Рабиновича и Левочкина, а потом они вдруг все забыли, да, и забыли про коррупцию, острова, яхты, виллы, объединились, и это бы было прекрасно, да. Если бы целью действительно было отстаивать наши интересы и победить у Порошенко, а не подставить ему удобного спарринг-партнера. Я тогда, если помните, сказал, в договорниках участвовать не буду. Я считаю, что Порошенко это самое большое зло в нашей стране. И если он победит еще раз, вы такого Порошенко еще не видели. Я думаю, он дойдет до крайности, до полной. В оппозиции не было альтернативы, кроме как выдвинуть бой. Смотрите, вас только сожгли, да, и немножечко закрыли, отобрав все лицензии. Вас закроют полностью, я думаю, закроют все альтернативные СМИ, я думаю, что даже закроют группу плюсов привата, да. Я абсолютно уверен, что катком проедут по всем оппозиционным политикам, еще 2 миллиона людей выедет из страны. Потому что этот националистический угар будет процветать дальше. На их штыках он пришел к власти, и дальше им будет также дальше потакать. Конфликт на востоке страны продолжится, никакого перемирия не будет. Распродадут окончательно заводы, снимут мораторий с продажи земли, продадут землю, и наши дети останутся ни с чем. Вот это та перспектива, которую Порошенко нам пророчит. Поэтому все, кто ему в этом помогает, я считаю личным врагом и врагом всего украинского народа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!